так мы продолжаем перед смертью он сказал ей жди меня 700 лет через 700 лет я буду заново рожден на этом свете и придут те но мать вашу жду у него такое мнение она все плакала и плакала рыдала и рыдала она была так опечалена его утрата что обрекла себя на скитание ну так она бессмертная можно подумать было бы лучше если бы они оба умерли хотя может и лучше так а почему она себя не убила специально она отреклась от материального мира и стала монахиней ну офигеть похотливая монашка да монахиня путешествовала по стране лечила больных помогала бедным вела небольшое хозяйство строила мостики через речки и садила большое количество цветов камелии когда камелии подрастали и начинали цвести она уходила в другую провинцию все повторялось так она прожила несколько сотен лет камели она садила для того чтобы дать подсказку своему возлюбленному на случай если тот станет ее искать она садила все больше и больше зерен камелии чтобы как только тот был перерожден в этом мире то смог бы понять где она а как он сможет понять где она если везде камелии типа спросить кто здесь камелии посадила вдруг она не говорила всем что типа вот я сажу камелии для возлюбленного если кто-то спросит скажите что я типа там и короче куча уже возлюбленных не прибежит вообще такой пред полный бред не теряя надежды все это время она верила что слова ее возлюбленного станут явью наконец когда прошло 700 лет она вернула свой родной край но там давно уже не осталось никого кто бы ее знал не имея крыши над головой она решила поселиться в пещере на окраине села она посадила ухода в пещеру много много зерен камелии прежде чем войти в пещеру она сказала селянам на восходе и на закате я буду звонить колокольчик если же вы услышите что колокольчик больше не звучит считайте что я умерла ну афигеть прошел год два три 5 10 20 лет но ее возлюбленный так и не приходил прошло 30 40 50 лет 60 70 80 да ну мы поняли что нихрена не произошло но ее возлюбленный так и не приходил с момента ее рождения прошел 800 лет в конце концов колокольчик звенеть перестал за все это время ее возлюбленный так никогда и не появился а камели у входа в пещеру цвели и цвели много лет не увядая люди почитали эту молодую красивую монахиню и молились за нее ну так она ж типа умерла уже получается хотя непонятно почему она раньше не умирала теперь умерла она что не могла раньше умереть она ж типа хотела со своим возлюбленным побыть ну а на том свете типа или что-то вроде того желаю долголетия и счастья они прозвали ее я убегу не 800 летний монахини конец но офигенная история блин в стиле ромео и джульетты только какая-то не очень ну и им не удалось выпилить сам обоим хотя нет продолжение следует это не все не это конец историю которую знает оку однако наверняка это еще не конец в каком это смысле но тело я опеку не так и не нашли они решили что это умерла потому что перестал звонить колокольчик а что если я опеку не по прежнему живет в какой нибудь пещере за чертой города и все еще ждет своего возлюбленного да ну быть того не может это же просто старая сказка может быть тем не менее коко думает что она все еще жива а угу я тоже так думаю все это короче и цугуми ну вообще то то есть там похожая история ой да бросьте вы это серьезно эй коко когда родилась я опеку не точно не знаю но кажется где то 1300 лет назад ха 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 ничего себе 1300 лет назад если она еще жива значит сейчас ей 1300 лет ну и что если она выглядит как 17 летняя ээээ только без целки в принципе наверное ээээ это короче эээ на ощупь как 17 летняя там не знаю что то еще там как 17 летний то какая нахрен разница да хоть не знаю хоть 10 тысяч лет не если честно плевать на как я говорю мне плевать на имена то есть если там у кого то там какие то проблемы с именем там то есть какие то не знаю там ну репутация плохая еще что то для меня это ничего не значит в принципе я смотрю как оно есть то есть какой человек как что он может не дать что я могу ему дать или ей и так далее это я вообще про общение чисто говорю другое дело что могут возникнуть проблемы но извините меня проблемы я даже готов помочь их решить потому что реально всяких пидорасов которые могут у любого хорошего человека есть враги у меня они есть у многих они есть и в общем то этих врагов нужно беспощадно уничтожать и вот другим людям я тоже готов помогать уничтожать их врагов так что в этом плане я жесток как нельзя кстати жесток но прикол в чем есть же враги просто я различаю есть враги а есть просто не других дело в том что враги это которые специально по какой-то причине тебя ненавидят причем они могут это делать причиной без причины если у них причина есть то в принципе можно смотря какая причина то есть если причина которая в принципе от тебя не зависела там например знаете там случайно что-то произошло но так получилось что именно ты там присутствовал и ты как бы посленно в этом виноват в какой-то их трагедии то этих врагов надо уничтожать если же причина какая-то мелочная то в принципе можно с ними подружиться или там извиниться или еще что-нибудь ну смотряешь зависимости естественно от человека от всего остального если просто так ненавидят да такое бывает или же просто причина для нас не очевидно их ненависти то тоже нужно уничтожать если же люди просто тебя не любят почему то у меня не раз такое было что просто не любят но они тебя не ненавидят а просто вот не знаю там затрачивает что то еще там то с этими людьми то есть их не нужно уничтожать просто они вот есть как есть они специально гадить возможно те не будут просто когда вы будете контактировать вы там будете их раздражать или так далее они тебе могут тогда но не обязательно с ними контактировать постоянно то есть такие вот скажем так проходимцы которые ты почему-то не нравишься вот этих вот просто на них нужно оглядываться и иметь ввиду что они там есть но они не стоят того чтобы на них марать руки я человек довольно прагматичный поэтому я считаю что в принципе если ты кого то обидел то его нужно уничтожить вот так вот ну если реально серьезно потому что реально эта ненависть она никак не искореняется кроме там каких-то счастливых случаев когда вы там объединяетесь против общего врага и так далее но оно там нужно оно нужно разбираться с кем-то там с какими-то людьми чего-то там заслуживать их доверие и так далее оправдываться перед ними и так далее если по сути то людей много людей блять ой извините 7 миллиардов на земле ты можешь их расстреливать хоть целыми днями и все равно то есть в день по 40 человек ты можешь расстреливать и до конца своей жизни ты там ну небольшую страну расстреляешь ну хотя нет навряд ли даже страну расстреляют человек живет где-то 10 тысяч дней то есть 10 тысяч умножить на 40 ну 10 умножить на 40 ну стоп так 40 блин так 400 400 400 тысяч что ли ой нет или 40 миллионов в общем неважно ну вот допустим 40 миллионов но это подумаешь украина какая то а вот сша например 300 миллионов живет и что так что по сути то люди это говно что уж говорить если подписчиков вот сколько много у некоторых каналов там 9 миллионов там купить и по этого 30 миллионов подписчиков то есть и их очень много и фактически при таком количестве людей теряется ценность принципе жизни хотя ее пытаются как-то натянуть но если честно всем на всех плевать и это как бы правильно и я это одобряю естественно у меня свои мотивы и как бы к своим подписчикам я отношусь лучше чем например к не моим подписчикам то есть вот есть мой подписчик который смотрит мои видео возможно который является моим подписчикам тем самым увеличивает ревелантность моего канала в поиске то есть мои видео больше рекламируются ютубом естественно ну его я трогать хотя может и трону он же все равно останется моим подписчикам если я его убью все равно но ладно убивать это так крайняя мера 1300 лет так вот насчет вот этой вот монахини я вот от убийств перешел типа от любви от любви к убийствам и так далее но потому что любовь и смерть они идут бок о бок это как говорится закон природы многие животные они дерутся там чуть ли не на смерть за самочку чтобы ее выебать там и оставить потомство так вот у людей то же самое может быть а может и нет дело в том что у людей все сложнее люди очень разные то есть если у животных какая-то одна из стратегии поведения то у людей есть и многоженство и одноженство есть и где женщина ухаживает за мужчинами есть где мужчины за женщинами то есть люди в этом плане они очень крутые я считаю что это круто разнообразие это всегда хорошо хотя бы потому что в разнообразии рождаются новые вещи то есть новая информация новые какие-то изобретения вот например есть такое вот фигня то есть что люди живут возле рек например какое-то племя живет чисто возле рек а в реке там в общем то живут рыбы которых они овят и эти люди из селения они питаются этой рыбой вдруг рыба заболела и все люди съели ее и отравились но не отравились а типа на них перенесся этот вирус которым рыба была больна и они все умерли но это только одни люди вот представьте не все же люди живут в зверях вот это представляете крокодил в африке он живет только в реке то есть если бы крокодил съел какую то вот эту рыбу что на самом деле вряд ли но вот если бы крокодил съел или там кто то другой то все бы крокодилы вымерли и все то есть крокодила в этой реке по крайней мере нет а если во всех реках рыба ядовитая то во всех бы реках и крокодилы бы вымерли с людьми не так то есть люди они как бы очень защищены от всяких таких вот нашествия от всяких катаклизмов пока что он приют человечество не защищено только от всемирных каких-то катастроф уже локальные какие-то катастрофы не способны его уничтожить хотя в древности было совсем не так будто мы и так не поняли тогда если подумать 1300 лет назад то есть 700 лет от рождества христова то есть еще то строительство первой столицы японии на рак я не знал что первая столица японии на рак даст сам по каще и бессмертный вздох от зависти чему это ты так удивляешься ты же сам сказал что это старая сказка разве нет коронаре я не удивлю являюсь так коронаре ты же взрослый человек или прекрасно меня и прекрасно меня понимаешь не так ли вообще я бы хотел быть бессмертным а еще больше в принципе меня устроит и типа постареть и потом быть бессмертным но конечно это вообще круто нет но подумаешь умрут там родные кто то еще но зато я смогу наблюдать я вообще то есть не привязан к этому миру и принципе как бы было бы прикольно посмотреть его во что все это разобьется плюс это сколько знаний я могу сохранить сколько опыта пережить а это все ценность как вы понимаете люди так как у них маленький срок жизни то они возможно чего-то не достигают то есть например если бы эйнштейн был бессмертным сколько бы еще он изобрел вот представьте себе а так то есть какой нибудь я студент изучает эти все книжки которые изучал эйнштейн и даже при условии что он гениален он может лишь немного продвинуть науку а если бы все эти великие люди были бессмертными представьте чего бы мы уже достигли поэтому в принципе это круто и вообще то есть говорят вот ой какой ужас родные типа там возлюбленный умрет или что то еще ну с одной стороны если мы запретем бессмертие то возлюбленный у них не умрет потому что его тоже можно будет сделать бессмертным это во первых во вторых как бы ну то есть в принципе я не вижу ничего плохого бессмертия другое дело что в принципе ты можешь забыть когда ты родился это скорее всего случится потому что возможности мозга человеческо ограничены но это уже другое дело тут в принципе могут помочь какие то имплантанты с памятью то есть чтобы мозг уже сейчас люди научились давать команды мозгу то есть имитировать какой нибудь этот орган чувств при помощи электронных устройств то есть подавать сигналы мозг аналогичные тому что подается от органов чувств так вот представьте если к памяти подключить дополнительный блок электрический как в котором будут храниться собственно воспоминания а какие то важные воспоминания в общем то кроме того раз это электронная штука то можно будет загружать просто картриджи памяти с ул с нужными знаниями представьте человека который может себе купить картридж ставить его в башку и стать гениальным программистом из за того что он будет знать все эти языки программирования все как это делается она просто будет у него память он просто берет поплав память это просто офигенно ну конечно это наверно будет урод для выглядеть на башке но я думаю это можно и маленьким сделать как то под одежду спрятать в общем это перспективное направление хватит докапываться до девичьих мечтаний да как он углу я бегу не поселилась пещере когда той было 700 лет значит она ждала своего возлюбленного еще 600 лет ах да учитывая вероятность того что она еще жива можно говорить и в настоящем времени она ждет однако когда ее возлюбленный наконец окажется перед входом в пещеру залитой цветками камелии они наконец воссоединяется что трахаться ну так типа он такое опять молодой потому что типа он переродился там все а что мешает и не понимают другим каким то все это возлюбленным пойти но с другой стороны как бы нафига она кому то нужна то есть ей 1300 лет нафиг она нужно я бы не сказал что она особо привлекательна по сравнению с остальными девушками то есть принципе фальшивым этим возлюбленным незачем туда идти ну подумаешь бессмертно а что она им расскажет она же на всякое дерьмо тратила все эти 700 1300 лет она не может там не богатство им дать не каких то советов не поделиться опытом каких то потому что у нее собственно его нет это такое расточительство тратить время вообще время это самая большая ценность а я его сейчас трачу и вам и себе на рассказы о том какая какое время ценно эти 600 лет одиночества будут вознаграждены их 1300 летняя любовь наконец принесет свои планы ой как романтично романтично по моему это грустно вовсе не романтично ну да коко довольно прагматичная сучка ну то есть в этой темной при темной глубокой пещере в пещере я бекуни в которой давно не было горячего мужского м возлюбленного но вы поняли про какую пещеру я пещеру вдовы долго 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 ждала своего возлюбленного да пещера это одна одиноченька одна одна влажная темная и горячая пещерка но она не могла умереть лучше бы она никогда не пила эти русалочи слезы слушай коко э коко неужели ты правда веришь в существование русалок ух опять ты воспринимаешь все шибко серьезно знаешь если русалки не существуют то эта история не имела места быть вот тут ты не прав существование русалок или их отсутствие не имеет отношения к правдивости этой истории это почему но это же очевидно жидкость что старый бутылки преподнес гонки была ничем иным как зелень бессмертия знаешь его ведь могли назвать и русалочи уши я к тому что зелень обязательно должно было быть сделано из русалочих слез из чего по твоему сделаны конфеты птичье молоко ну да птичьего аж молока нету ладно я понял к чему ты клонишь значит русалочи слезы просто название для этой жидкости так хорошо допустим что вся эта бодяга с русалками тут ни при чем но знаешь что ю подумай хорошенько неужели ты действительно веришь в существование такой штуки как вечная молодость верю у тебя есть основания для таких утверждений да тогда давай колись еще как колись это немного не по теме но разве история я обеку не ничего тебе не напоминает украшима таро и морское царство украшима таро ну за то что тот спас черепаху его пригласили в роскошный замок где тоже был не слабый пир просто украшима таро пережил почти то же самое что ее отец ее украшима это женщина ну и что в общем я хочу сказать что украшима таро превратил так он женщина или мужчина гермафродит сто процентов в старика как только открыл подаренную ему шкатулку я обеку не выпила русалочи слезы и стала вечно молодой иными словами эх кажется я понял к чему ты клонишь за время пока украшима таро провел с морской царицей прошло несколько сотен лет то же случилось и с я обеку не выпил русалочи слезы она переместилась на 700 или 800 лет в будущее значит в действительности она не приобретала вечной молодости а лишь провалилась сквозь пространство время блин так это печально тогда действительно ничего в ней такого нет вот почему она выглядела на 17 лет даже после 800 и это по твоему все объясняет а вот дудки в реальности нет такой штуки как путешествие во времени погоди-ка не гони лошадей кстати ю как раз и говорила о том что не существует путешествие во времени но говорила ю ю танака юбисей акикана а здесь же там где мы за такеши играем там не акикана а харукан то есть это другая ю немножко ой в общем вот такая вот фигня то есть это ю она чё-то верит в какие-то предрассудки и это прикольно то есть это другая ю это походу мама той ю тоже рыжая не гони лошадей я даже не заикалась о временных провалах мне просто кажется что между шкатулкой и русалочими слезами много общего наверное в шкатулке просто был газ ускоряющий процесс старения а русалочи слезы не более чем средство для замедления старения что за пред вообще можно подумать газы которые ускоряют замедляют старение это возможно и обе эти вещи были дарованы морскими жителями а морские жители существуют можно подумать давайте загонитесь дальше вдобавок оба человека получившие побывали в роскошном месте построенном на дне океана а значит у шкатулки с дымом и русалочек слез был один и тот же владелец или что еще более вероятно они были созданы одной и той же цивилизацией ты это серьезно? вот и я о том Такеши прав еще как дворец вполне мог быть частью развалина одной из древнейших цивилизаций что затонули на дне океана например цивилизация Лемурии в Лемурии была наука и технология что могли препятствовать старению и наверняка у Рашима Тара и Гонта были приглашены в один и тот же замок и зачем им так их наебывать странно все это ну что скажешь отличная гипотеза пусть и слегка сумбурная я все понял в общем отвратительная гипотеза просто этот труд он меня разочаровывает все больше и больше потому что здесь столько бреда просто бред на бреде и бредом погоняет однако ты так и не привела ни одного крепкого доказательства существования вечной молодости весь смысл твоей предыдущей тирады сводится лишь к одному у Рашима Тара и Абекуни вступили в контакт с затерянной цивилизацией Лемурии хорошо хорошо предположим что это действительно так а если лемурийская цивилизация действительно существовала никто не знает какими технологиями дарующими вечную молодость они обладали ведь так доказательств тому нет кроме того лемурия никогда не существовала и существовать не будет теория шлейтера была разбита в пух и прах давным-давно шлейтера это кто да один за овох английский в середине 19 века он обнаружил что одни и те же виды лемуров населяют африку острова мадагаскара азию индонезийские острова ну вообще то как бы просто раньше был континент большой то есть эти все континенты африка там мадагаскар был частью африки там азия это все было соединено и в принципе были у другой климат или муры могли переместиться спокойненько просто континенты движутся и все а не обязательно должен быть какой то континент дополнительный мы уже знают что было такой континент как пангея и тогда типа динозавры брать или возможно позже тоже был континент этот один ужас мне тут немножко трахнули мозг если вы слышали но вы не слышали потому что я выключил запись так но дело в том что лемуры не умеют плавать ну может и умеют но не плавают на большие расстояния если так то каким образом одни и те же виды лемуров оказались на разных участках суши разделенных целым океаном и тут шлейтера осенило ну конечно давным давно на месте индийского океана был один монолитный континент вообще дебильная теория но в середине 20 века была доказана теория дрейфа материков ооо блин видите я угадал но на самом то деле я не помню по моему про дрейф материков не говорили а теория шлейтера отправилась в корзину давно очень давно на земле был лишь один большой континент очень давно который очень медленно разломился в результате чего осколки начали смещаться вместе с земной король король или благодаря тектоническим плитам пока не стали современными континентами если быть точным континенты движутся и по сей день каждый год на несколько сантиметров поэтому теория дрейфа материков теперь не просто теория а доказанный факт и существование лемуров в различных областях суши так же полностью в нее вписывается ну что ясно лемурии не существует а если нет лемурии нет и лемурийской цивилизации да ну хм вообще то под вероятно вероятным местом существования лемурии я имел ввиду Тихий океан Зачем у Рашими Тара или Гонти переться из Японии через Малах Канский пролив до Индийского океана даже так лемурия располагалась в Тихом океане в Тихом океане а ты часом не о континенте короче там дофига всего было и Атлантида Атлантида говорят в Атлантическом океане было континент Мюв был в Тихом лемурия в Индийском в общем везде были континенты только почему то никаких доказательств этому нет от смены названия смысл не меняется на месте Тихого океана в исторический период существовала древняя цивилизация одни зовут ее лемурия и другие мюв это не важно верно ой голова болит наверное ты права это не важно совсем не важно хоть лемурия хоть мюв хоть Атлантида их нет и никогда не было вот кстати и Атлантиды упомянули ну чё ты так взъелся а ребенок честный слов тот кто говорит о каких то цивилизациях мифических еще и говорит таки же что он ребенок Куронари у тебя что нет воображения уж кто здесь ребенок так это ты тебе 18 взрослеть пора древнейшая цивилизация вечная молодость у Раши Матара я опекуни Дед Мороз все это фикция ну Дед Мороз вообще то настоящий а вот это все фикция остальное потому что я его видел Деда Мороза вот видите так что не надо тут пиздеть что Дед Мороз не настоящий он мне кстати халявные подарки приносит каждый новый год обычные детские сказочки между прочим не все сказки вымысел некоторые из них произошли и в реальности черта с два нет по крайней мере у Раши Матара существовал на самом деле неужели а доказательства есть еще как тогда выкладывай сам напросился у Раши Матара что у Раши Матара гэш у Раши Матара что эх эх у Раши Матара что что с ней происходит видимо нет у нее доказательств вот что внезапно Ю схватилась за живот такое впечатление будто она страдает от боли что с тобой что с тобой няку ух ничего так постоянно постоянно лицо юпа бледнела ее губы посинели а салбах вынул пот она крепко схватилась за грудь правой рукой а она тихо застанала упала на пол это чё типа тиф блау подействовал не затем левой рукой горку слез русалочи слезы разлетелись попова ручка на самом верху смыла в воздух все в порядке так что ни черта не в порядке она нервно дышит ее тело онемело ее трясет цвет лица словно у трупа что же делать оставить ее здесь и бежать за подмогой нет нельзя терять ни минуты в лазарет я должен отнести его лазарет какой я понесу его лазарет беги вперед и расскажи всем что случилось да поняла водрузил юна спину я выскочил из келоска лазарет неподалеку поэтому добежать до него можно меньше чем за минуту не успел я подумать как ноги сами рванули с места коронари коронари я бегу не говоря ни слова лазарет совсем близко слышишь коронари едва слышно ю шепчет не на ухо урашима тарах урашима таро правда правда оно видно как правда что ты там вздыхаешь от своей лужи урашима таро был на самом деле вскрикнул я глупый ты глупый это всего лишь сказка знаешь не все сказки вымысел но это не значит что урашима таро жил на самом деле кроме того даже если урашима таро и прям был какой то имеет отношение к тебе кит еще как имеет мы же говорили о том могут ли люди действительности путешествовать во времени о это из рута ю короче сэнка а я о чем ты что так и не понял я говорю что даже если кто-то действительно может путешествовать во времени это вовсе не значит что мог и ты тогда почему я предвижу будущее не спрашивай откуда мне знать да потому что я раз за разом переживаю один и тот же отрезок времени скорее всего прошлом я оказался в лему в этой западне затем прошло 3 дня 4 5 а затем по какой-то причине я провалился сквозь время проще говоря меня отбросила назад к тому моменту когда я свалился в бассейн вот почему я предвижу будущее нет то есть я просто вспоминаю то что уже когда-то пережил в своем прошлом хотя для всех остальных это будущее наверное так и было ю перестань я серьезно прости конечно но у меня есть и более серьезные неотложные дела знаешь еще столько всего обмазговать надо в общем кит ты меня понял я не знаю почему но ты можешь предвидеть будущее это это а